Снежные заносы, гололед, метель, хрупкий лед. На реке все эти прелести зимы могут стать причиной различных травм или даже надолго уложить человека в больницу. Подскажнулась на улице, то есть скорее всего была скользкая поверхность. Сломала, так сказать, в основном трехлодыжечный перелом. Перелом наружной лодыжки, перелом внутренней лодыжки, перелом заднего края большеперцовой кости и под вывихом стопы к сзади. Эту пациентку врача-травматолога Сулеймана Мусаева из Бутовского травмпункта после всех необходимых манипуляций пришлось госпитализировать для дальнейшей операции. Практикующие травматологи утверждают, помимо переломов конечностей, чаще всего зимой приходится сталкиваться с травмами головы и позвоночника. Сотрясение головного мозга, что момент падения, что получает, и повреждение или компрессионный перелом позвоночника. В основном пояснично-крестовый отдел, потому что момент падения он приземляется как в первой точке. Зимние спортивные развлечения также нередко заканчиваются травмами. Особо опасным видом среди них единогласно называют катание на ватрушках или тюбингах. Причем пострадать от них могут не только сами катающиеся, но и случайные прохожие. Кого-то сбивает с ног, они повреждают обычно коленостопные суставы, коленостопные суставы нижней конечности в основном повреждают. А те, которые непосредственно в ватрушке, они от столкновения получают удар или в лицо, или в грудную клетку, или в спину. Если же травмы избежать не удалось, нужно действовать крайне осторожно. Ведь в случае тяжелой травмы неумело оказанная помощь может только навредить. Надо подойти к пациенту так, чтобы он не повернул ни головой, ни тело до тех пор, пока вы вопросы не зададите, что случилось, что болит, где беспокоит. Как вы узнали, что у него повреждена голова или спинной мозг, обязательно нужно вызывать скорую. В этот момент падения, было ли потери сознания, и 7 минут надо дать оценку там же на месте, если человек вял, один на мече, если он маленький ребенок, плачет истерично. Также скорая необходима в случае, если человек не может сам или с поддержкой подняться на ноги. Если травму получил ребенок, медики в любом случае советуют показать его специалисту. Именно так поступила Людмила Кондратьева, когда ее сын Дима неудачно упал на руку. Подозрение было на вывих. На вывих, но там отвечность сразу появилась, достаточно заметная. И доктор позволил мне посмотреть рентген. И там было, ну, даже я видела, что там есть перелом. И среагировали сразу в пятницу вечером. И вот, и правильно сделали. Чтобы избежать травм зимой, специалисты советуют выбирать удобную обувь на нескользкой подошве. Кататься на тюбинге исключительно на специально оборудованных трассах. Не садиться на ватрушку по несколько человек. В том числе в паре ребенок-взрослый. И во время любых зимних развлечений не терять голову и быть осторожными. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.